всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня в кадре буду я сама они мои руки то есть мы не будем сегодня учиться вязать а поговорим о вязальной машине которую я приобрела на авито и после того как я опубликовала видео о том значит как я ее покупала какие распаковывала где делилась своими эмоциями от покупки под видео в комментариях от вас пришло такое огромное количество вопросов что я поняла что эта тема актуальна для вас вам интересно многие хотели бы купить машинку но боятся поэтому я решила записать этот ролик поделиться своим опытом дать кое-какие советы для вас смотрите кому интересно значит до конца и так значит машинку я взяла на авито наверное надо начать с того какую машинку выбрать и почему я приобрела именно тойоту 858 дело в том что сначала мне такую же машинку подарили но там были определенные жизненные ситуации в семье и оказалось когда я ее открыла что в той машинке нет кареток я решила поискать сначала каретки по интернету полазила ничего не нашла потом полезла на авито и увидел что там большое количество самих машинок в полном составе так скажем и намного выгоднее купить целую машину получается чем одну каретку какую-то где-то заказать тем более в состав в этой машины входят две каретки одна для вязания вторая для ажурных узоров в общем таким образом я пришла на авито и решила что я буду покупать все-таки уже целую машину второй вопрос значит который вы должны сами себе задать для чего вам нужна машинка для того чтобы определиться какую убрать вы должны понять для чего вам нужна машинка лично моей целью вот покупки данной машины было познакомиться вообще в принципе с машинным вязанием то есть я никогда не видела как вяжут на машинах я никогда не знала и в моем близком кругу не было вязальщиц чтобы как-то хотя бы ну вот одним глазком взглянуть что это такое не было очень интересно изучить что-то новое поэтому начать я решила самой простенькой модели то есть здесь уже в поиске на авито я поняла что буду выбирать либо бразер либо тойоту мне подсказали что тойота очень надежная машина но если она сломается на нее очень будет сложно найти запчасти так как эти модели уже не выпускаются не выпускаются лет 20 наверное если не больше но так как у меня под столом стоит еще один чемодан с точно такой же машиной правда без кареток то я поняла что сложности с запчастями у меня не будет точно ну и так как тойота была самой недорогой моделью я решила что буду брать ее я вам скажу что прекрасный вариант можно найти на авито от 10 до 20 тысяч это очень недорого для вязальной машинки так что смотрите сами если вашей целью не является изучение машинки и освоение каких-то первоначальных навыков машинного вязания например вы сразу хотите начать вязать на продажу то смотрите уже конечно более современные более дорогие модели смотрите уже не 1 фантурный а 2 фантурные машинки потому что с 2 фантурными возможностей намного больше далее смотрите после того как вы определились хотя бы примерно с моделью машины набирайте в поиске на ю тубе ту модель которая вам понравилась и смотрите все видео обзоры про эти машины для чего это нужно для того чтобы на авито вы могли сравнить комплектацию той модели которую предлагает продавец посмотреть что в нее входит и уже сразу же задать все вопросы которые касаются ну хотя бы комплектации модели и так дальше мы идем искать ту модель которая нам понравилась на авито заходим на сайт либо в приложении авито и набираем в поисковой строке ту модель которая нам необходима например я набирала toyota 858 прям по-русски все выходят все варианты подбираются много очень предложений далее мы заходим во все эти объявления и читаем что написал продавец смотрите если описание объемное все по полочкам разложено все перечислено что входит в состав была в работе эта машина либо она лежала где-то на чердаке и так далее если продавец все по-честному описал вы это почувствуете уже во вторых посмотрите фотографии по фотографиям уже тоже видно какой внешний вид у машины и что там входит в состав далее выбираем те модели которые нам понравились я оставила сердечко для того чтобы они у меня все формировались все те предложения которые я отобрала в определенной так скажем список избранного то есть исходя из записания я задавала вопросы которые у меня возникли по поводу каждой машинки во вторых я спрашивала возможен ли торг и в третьих я просила каждого продавца снять видео вот и здесь вам станет понятно хочет ли человек продать эту машинку либо просто так дал объявление и даже не собирается с вами общаться потому что многие до сих пор мне отвечают прошло уже несколько месяцев а май июнь и июль почти три месяца иногда приходят сообщение мне ответили там некоторые сразу же пишут ничего снимать не буду приходите смотрите но в силу того что я покупала удаленно эту машинку меня этот ответ есть естественно не устраивал то есть такой продавец сам собой отсеивается по поводу видео я не даром сказала либо свяжитесь по ватсапу сейчас у каждого ватсап с человеком пусть он вам покажет как вяжет эта машина многие пишут я не умею вязать я не знаю как вообще с какой стороны к ней подходить и на ней вообще никто никогда не вязал на этой машине ну хотя бы пусть снимут вообще как она выглядит если машина грязная иголки кривые и так далее обязательно посмотрите каретка на обратной стороне чтобы чистая была что все детали были ровны попросите снять прям близко на близком расстоянии камеры чтобы четко был наведен фокус на объект да чтобы не размытое было видео а чтобы было все четко и красиво и понятно то есть пусть вам человек покажет всю комплектацию что где лежит в каком состоянии все вот эти вот игольницы игольница должна быть ровной гладкой иголочки в каком состоянии они должны быть все идеально ровные и уходить так скажем без каких-либо усилий далее попросите чтобы обязательно попросите чтобы каретка поездила по игольнице и посмотрите ровный ли у каретки ход ну там уже дальше смотрите сами по исходя из того что в описании написано о чем вы пообщались уже с продавцом я думаю тут вы не растеряйтесь найдете что спросить вот и если вам не снимают видео то я думаю что не стоит связываться с этим продавцом мой продавец не умел вязать но он мне показал что коробка родная целая машинка лежит в коробке он мне ее открыл распаковал показал мне что все детальки на месте я посмотрела все комплектующие все 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 что необходимо даже вот масло было еще в мешочке ну и все это видели если смотрели мой предыдущий ролик про эту машинку поэтому я решила ее брать в комплектации не доставала инструкции и перфокарт и здесь вы уже сами смотрите стоит ли на то что не достает закрыт глаза или все таки стоит поискать другой вариант то есть инструкция пожалуйста в интернете если хорошо поискать вы ее обязательно найдете кому нужна дает на инструкция я могу прислать у меня есть файл если речь идет о перфокартах то можно купить перфокарты есть сайты где есть все очень много рисунков и вы сами эти перфокарты сможете набить для того чтобы набить перфокарты нужен будет вот такой перфоратор еще смотрите мои ролики обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить в следующих видео я обязательно расскажу где я брала этот перфоратор и как он работает то есть все в принципе можно докупить ну опять же смотрите стоит оно того или все-таки поискать другой вариант следующий момент на который стоит обратить внимание это удаленность от вашего города то есть я не говорю о тех кто живет например в больших городах и там много вариантов вы найдете действительно сходите сами пешком за этой машинкой и сами своими глазами все посмотрите я сейчас рассказываю для этих девчонок которые находятся допустим далеко нашли машинку в другом городе нет возможности съездить туда для чего нужно смотреть удаленность для того чтобы посмотреть цены на в транспортных компаниях потому что вам эту машинку придется отправлять транспортной компании и каждый километр стоит соответственно денег я брала эту машинку из москвы мне доставка обошлась в 2000 рублей был вариант из волгограда там доставка была уже 3000 рублей но сами понимаете то есть чем дальше вы найдете эту машинку тем дороже вам будет еще и доставка узнать стоимость доставки не составит труда не надо выходить даже из дома надо выйти на сайт транспортной компании везде есть вот этот вот калькулятор расчета примерные габариты завели вес размеры коробок высота длина ширина и вам сайт рассчитать сколько будет стоить доставка далее вы спрашиваете продавца сможет ли он доставить эту посылку транспорт до транспортной компании и отправить ее ну и наверное самый интересующий всех вопрос как же быть с оплатой так как отправить чужому незнакомому человеку деньги и быть уверенным в том что тебе все таки пришлет этот человек машину транспортной компании как поступила я то есть я не знаю как делают другие доставка авито не берет такие тяжелые вещи я вам сразу говорю по крайней мере на тот момент три месяца назад доставка авито было вот такой большой вещи невозможно поэтому пришлось договариваться с человеком он легко пошел мне навстречу сказал да конечно без проблем я унесу машину вздек и далее мы договорились так я предложила человеку такой вариант я сказал давайте я вам сейчас 2000 на доставку отправлю вы придете в транспортную компанию все оформите и пришлете мне доказательства того что вы отправили то есть вы также можете попросить снять видео что человек в транспортной компании что вот она коробка собрана лежит что вот накладная оформлена и так далее ну мне хватило того что мне прислали фотографию квитанции обязательно в квитанции проверьте что отправление от оплачивает отправитель вы же выслали ему деньги так и после того как вы получите подтверждение что ваш заказ оформлен да можете еще попросить чтобы снял каким-то образом как упакована машина вот у меня молодой человек докупал специально еще эту пленку пупырку для того чтобы дополнительно там перемотать что-то много было пленки в этой коробке чтобы она там не болталась вот попросите все что вам необходимо договаривайтесь с людьми можно разговаривать ведь и они идут навстречу вот и после того как он мне прислал эту квитанцию я уже отправила ему всю остальную сумму ну что ж я надеюсь что я подробно рассказала о том как я покупала машинку ничего не забыла и вы для себя найдете какие-то полезные моменты возьмете мой опыт за основу не бойтесь покупать разговаривайте с людьми везде есть люди есть хорошие люди очень много хороших людей вот они точно также есть на авито остерегайтесь конечно каких-то подделок мошенников таких людей которые стараются обмануть покупайте машинки давайте будем вязать вместе и да конечно же всем кто досмотрел этот ролик до конца огромное спасибо я хочу лишь сказать что я с огромным удовольствием осваиваю машинное вязание вот вы видите футболочку себе на лет связала очень нравится как все получается уже племянницы и их подружки ходят в вязаных шапках чуть позже я сделаю мастер-класс осталось немножко домонтировать далее значит уже вышел мастер-класс по шарфику леса в общем вы видите что я не теряю времени даром несмотря на то что сейчас лето и такой активный период и хочется успеть отдохнуть солнышко застать вот но я все-таки успеваю и поработать так что если вас что-то конкретно интересует как где что делается по поводу машины по поводу каких-то процессов на машине пишите обязательно в комментариях я буду смотреть что вам интересно и на эти темы что-то стараться снять ну на этом все с вами была Юля и мой факультет рукоделия пока пока